Я живу в театральном дуэте в Киеве, и вот этот дирижер дружил с Шестаковичем. И говорит, у меня есть мальчик, у него такой голос прекрасный, он так прекрасно поет. А тот как раз искал, он на родину слышит, вроде она знает. И вот я приехал в Москву, вот как раз тут, где вот эта церковь, тут раньше записывала. Мелодия студии. Да, мелодия, вот в этой церкви. И я записывал, вроде она слышит. То есть голос, который вы слышите, да, начать, это вот родина. И сам Шестакович, сам Шестакович, я с ним 14 лет познакомился, я об этом пишу немного. И я с ним познакомился, он так на мне держал руку, и я пьел микрофон. И сзади Свешников дирижировал своим хором. Это начало такое. А потом, через два месяца я приехал, Леоганья Масленникова пела. На этом в паяцах миссис Баррия Дальмонака. Я его слышал живой, я был потрясен. Потом Дальмонака мне, а потом был Раут у нее дома. И Дальмонака пригласили. Ну, конечно. Ну, и она говорит, что мой племянник вот хочет петь, он знает, все оперы на память и поет. Кей Джерри Дамонин. Но я так пью, холодная ручонка. По-русски. Но я, когда услышал Дальмонака, я настолько испугался, что я потерял уверенность во всем. Это я сейчас такой нахал. Раньше я был скромный. И он говорит, ну так спой. Такой радостный. А я, красный, у меня ком горный. Я так испугался, по-краснему ничего не сказал. А он говорит, вот видишь, я, когда служил в армии, у меня был большой голос. И начальнику сказали, вот у нас есть такой солдат с таким голосом. Это он рассказывает. Через переводчицу. А там были Лемешев, сидел Козловский, Катульская. Я их всех видел, да? Это интересно. Лемешев, Дрянцево тогда было предложено. И, короче говоря, не в этом дело. И вот он говорит, ты знаешь, меня вызвал этот начальник. И говорит, спой мне что-нибудь. А я тоже испугался и ничего не спел. И видишь, я стал певцом. И значит, и ты будешь. Но я в это поверил. И пришло время, когда меня выбрали из двух учеников. В Советском Союзе я делал итальянский педагог. И выбирал двух студентов. Для консерватории в Турине. А из балета, балетную пару в Ленинградскую академию Ваган. И вот, значит, ты записываешь это все. И, короче говоря, как он меня выиграл. Я не был комсомольцем. И не был коммунистом. Никогда. Не потому, что я был против, а не за. Просто мне это не интересовало. И я одновременно учился в художественном институте. И на вечернем. А на дневном учился в консерватории. В консерватории спрашивали, где ваша комсомольская карточка. А я наврал и сказал, у меня в художественном институте. То же самое мне спросили в художественном институте. Честно. Ну, сейчас можно сказать. Сейчас даже это ценится. Да. Я так вот все время между двух вузами и не был комсомольцем. Ну, не в этом дело. И вот прошло время. А меня не приглашают к прослушиванию к этому итальянскому педагогу. Единственное, что мне завкафедра Елизавета Ивановна Чердат была. Она меня ненавидела за то, что я был поклонник Евгении Мирошниченко. Это моя самая большая подруга была и есть. И вот она, за то, что я ее поклонник, этот чердар, завкафедра меня вообще не двойникам. Заболец, не бойся. Что делать? Я же, вы как поняли, нахарничаю. В хорошем смысле слова. Я открываю утром окно. Рядом с классом где занимается, педагог. А, да мне еще кроме этого. Она говорит, ну так как ты ходишь в театр, родители такие все делают. Так пусть вели его в театр. А я хорошо говорил на итальянском, на английском. В то время уже, да? Мне было 24 года. И я с ним, его водил в театр, в спектакль. Мы так с ним сдружились, он вообще не знал, что я певец. А я ей об этом не говорил. И думаю, ну что делать? И я открываю окно в 10 утра, он приходит там в 4-5 месяца. У него в классе, уже мой месяц. И у себя в классе я там. И там Аруарий, на тебе на рапсе, знаете. Это проходили все. Аля-а-а-а-а. И он вбегает и говорит, мне. Слушай, а кто ты это допел? А я говорю, не знаю, тут никого нет. А почему же ты допел? А я не может петь. Ты что, певец? У тебя такой голос? А ну-ка иди мне спой. Я его спел. Честно. Ну, конечно, повлияло, что я его в Абсиду водил. Ну, это ж понятно. Ну, это не самое главное, конечно. Да. Ну, короче, говорил, он меня выиграл в конце концов. Я приехал в Турин. Я почему это говорю? Приехал в Турин, он мне первое, что сказал, продался. А. 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 Месяц учили мне говорить А. А не А. Вот почему я говорю, это страшно. Главное, это правильные гласные. Не заглубленные. Вообще, голос должен быть светлый, но на опоре. Вот это он меня учил. А потом он меня платил на государство 90 рублей, за которые я мог купить себе хот-дог там или как-то, что-то тогда было. В общем, очень мало еды. Жил я бесплатно в общежитии, театра. Ну, денег не было, чтобы поехать в какой-то город. Да, мы же в Советском Союзе жили тогда как-то на это. Ну, и то, слава Богу, что выпустили. И то познакомиться у меня в Туринченко, чтобы еще, так прямо скажу, был любовник министра внутренних дел Украины. А потом он переехал в Москву, и она к нему обратилась. У меня за ночь сделали паспорт. Я тоже не попал. Вот, чего рассказывал. И вот я, педагог, меня берут на машине, Турин рядом с Миланом, приезжаю в Ласкало, а Дальмона к поэтам Корме. И после спектакля, он меня к нему ведет. Он говорит, я тебя для этого не буду. Я говорю, я уже певец, я тот мальчик, который боялся. А сейчас ты не боишься? Я говорю, нет. И мы вместе с ним спели о Соломе. Он просто плакал, я сам. И вот сейчас говорю мне, просто тяжелое, в хорошем слове, это большой. Был человек огромной души, прекрасного баяния, без всяких этих... Он был, конечно, настоящий фанат. Величайший актем. Вот в хорошем смысле ломал кулисы, рвал декорации. В то время мы не привыкли. Мы все привыкли к такому уродному пению, в хорошем смысле слова, Ирины Архиповны. Ирины Архиповны. Такое культурное, да, пение Кормен и все. Раньше... Вот он единственный, который начал выходить из рамок просто пения правильного и создавать человеческое состояние больше, чем остальные другие певцы. Вот он первый, который начал на дорогу. Вторая была Нарья Карлс, которая тоже повела нас по пути соединения актерского и произведительного мастерства вместе с пением, вот, обладая, конечно, навыками пения. Это необходимо было. И вот мы так с Марьей Дельмонаком увидели. С один раз, потом второй раз. Я его слушал живого пять в пяти спектаклях. Карелли слушал, Чузепани Стефана слушал, ну, Джекомини сейчас последний из величайших теноров мира. Конечно, он по голосу вообще превосходит всех, кого я слышал. Второй, самый красивый голос, который я слышал, Гарли Зобиан. Вы записываете себе, чтобы потом на видео на Ютубе послушать, эти все, кого я слушал. Или пригласитесь на Фейсбук ко мне, мемуары всем пошлю. Да? Да, да, да. Не надо, подождите, пока выйдут. Держите в тайну. Для моих друзей. Я не буду на Неверсболе. Держите в тайну. Ну, держите в тайну. И выйдет. В общем, короче говоря, что это такая начальная моя эпоха жизненная. В театре, ну, много было интересов артистов. В то время за наш... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова